Всем привет! Сегодня мы поговорим опять о проекте SELL, о блокчейне, который отличается от всех остальных, от биткоина, от эфириума, также отличается от EOS. И поговорим о преимуществе SELL, это гетерогенная сеть. Для начала вспомним о традиционном блокчейне, такие как биткоин, эфириум, они являются одиночными структурами, и все транзакции происходят в одной цепи. Преимущество одноцепочной структуры заключается в том, что процесс транзакции и консенсус относительно прост, и в начале разработки блокчейн могут удовлетворять требования пользователей. Однако, с развитием технологии блокчейн и роста спроса на него, одноцепочная архитектура постепенно раскрывает множество точек в поле. А вот гетерогенная сеть состоит из разных подсетей. Каждая подсеть может рассматриваться как гетерогическое дерево разделов. Верхняя часть древовидной цепи – это глобальная цепочка услуг, называемая мета-цепочка, которая предоставляет глобальную конфигурацию и службу планирования. Сверху вниз – эта цепочка различных бизнес-морок. Он разделен и в соответствии с бизнес-сценарием, механизмами, изоляцией и эксплуатационными расходами. Дерхний уровень обеспечивает услуги адресации и планирование для нижних уровней. На каждом уровне могут быть установлены независимые механизмы управления, такие как право доступа, управление потоком, механизмом безопасности, и каждый слой формирует множество независимых малых экосистем. Сочетание различных небольших экосистем предоставляет собой полную большую экосистему. Разнообразная структура объяснений может удовлетворить различные типы сложных бизнес-потребностей в реальном мире, различные типы бизнеса с различными характеристиками, выполняемые в разных принципах, такие как вычислительные и смешанные типы. Соответственно, хорошо работают в различных типах. Различные уровни требований безопасности могут также выполняться на разных уровнях. Например, для потребности банковского бизнеса в области безопасности данных и сильной согласованности транзакции будут иметь более высокие требования, и их можно изолировать на сам защитном уровне. В целом, смотря на все плюсы платформы, главными особенностями данной платформы можно выделить повышенную безопасность, гибкость и адаптивность под различные запросы, эффективность и минимальную энергозатратность при всем этом. Надеюсь, обзор вам понравился. Всем спасибо за внимание. Всем удачи!